Богат наш муниципалитет своими одаренными детьми, но мало найти таланты, их нужно раскрыть и воспитать. Увлеченные своим делом педагоги Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани стараются собрать самых способных ребят и содействовать их развитию. За талант, увлеченность и добросовестное отношение к работе самые активные и успешные педагоги Центра дополнительного образования многократно отмечались на всех уровнях, от районного до краевого и всероссийского. Трудно даже перечислить, когда учащиеся педагогические работники становились призерами и победителями престижных конкурсов. В нынешнем году честь представлять Краснодарский край на пятом всероссийском профессиональном конкурсе Арктур Центр дополнительного образования Славянска-на-Кубани завоевал, победив в региональном этапе, благодаря чему его программа развития вошла в число 20 лучших программ в нашей стране. Для победы во всероссийском этапе команда Центра подготовила презентацию, в которой подробно осветила все направления, по которым идет развитие. Защищала программу, которая отражает реалии и перспективы Центра, а также внедрение целевой модели дополнительного образования на Кубани, директор Центра дополнительного образования Елена Слюсарева. На торжественном мероприятии ей был вручен диплом абсолютного победителя и сертификат на 100 тысяч рублей. Эти средства будут потрачены на развитие Центра. И то, что мы стали лучшими в России, абсолютными победителями, при этом мы победили такие учреждения, как Санкт-Петербург, других крупных регионов, и для нас это, конечно, огромный успех. То, что оценили именно нашу программу развития. Естественно, это заслуга, это заслуга всего нашего коллектива. Это трудолюбивые и талантливые наши педагоги. Это наши замечательные, одаренные дети. И, конечно же, это инфраструктура нашего Центра, которая постоянно развивается. Здесь я не могу не сказать слова благодарности всем тем, кто помогал нам. И без этих людей не было бы этого успеха. Ведь программа развития – это постоянно быть в движении. Конкурс «Арктур» был учрежден общероссийским профсоюзом образования и проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Пообеда в нем очень значима. Я просто горжусь тем, что наше учреждение дополнительного образования лучшее в России. Это просто гордость, которую трудно передать чувствами, эмоциями и прочим. Но, в самом деле, это очень талантливый, смелый коллектив, который участвует во многих конкурсах, в принципе, и везде достигает высоких результатов. И не только в конкурсах, но и дети с удовольствием входят в это учреждение дополнительного образования. Четыре года подряд педагоги центра становятся победителями краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдают детям». В 2020 году в конкурсе в номинации «Техническая» лучшей стала Лариса Бойцова. Очень приятно, конечно, победить на конкурсе такого уровня. И очень приятно, что оценена работа, потому что я работаю по этому направлению уже в течение 10 лет. И, конечно, техническое творчество сейчас находится на гребне волны. Даже, по словам президента, мы в такой эпохе находимся, где надо развивать техническое творчество, надо прививать любовь детям к технике, потому что за этим будущее. Поэтому мы стараемся. Нынешний год стал для Центра дополнительного образования «Славянска-на-Кубани» щедрым не только на профессиональные победы, но и на дальнейшее развитие материально-технической базы. Педагоги Центра ставят перед собой большие цели и надеются их добиться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...